Московия украла историю Киевской Руси. По материалам доклада доктора исторических наук Ярослава Дашкевича. Часть третья. Великоросы. Племя великоросов или русский народ, как он сегодня себя называет, появилось около 15-17 веков среди финских племен Мурома, Мере, Веси и других. Тогда появляется его история. Нет истории великоросов на земле Киевской. История великоросов начинается с Залещанской земли, с Московии, которая никогда не была Русью. Татаро-монголы, пришедшие на эти земли, внесли значительный вклад в формирование великоросов. На психологию великорусскую наложили отпечаток заимствования татаро-монгольского инстинкта завоевателя, деспота, у которого основная цель – мировое господство. Так в 16 веке сформировался тип человека-завоевателя, страшного в своем невежестве, ярости и жестокости. Этим людям не требовалась европейская культура и письменность. Им чужды такие категории, как мораль, честность, стыд, правдивость, человеческое достоинство, историческая память и тому подобное. Значительная часть татаро-монголов в 13-16 веках влилась в состав великоросов. Из них начинают свою родословную более 25% российского дворянства. Вот некоторые фамилии татар, которые принесли славу империи – Аракчеев, Бунин, Грибоедов, Державин, Достоевский, Куприн, Плеханов, Салтыков-Щедрин, Тургенев, Шереметьев, Чадаев и многие другие. Чтобы присвоить историю Киевской Руси и увековечить эту кражу, великоросам надо было подавить украинский народ, загнать его в рабство, лишить собственного имени, уморить голодом и т.д. Украинцев, которые проявлялись как нация в XI-XII веках, а возможно и раньше, объявили малоросами и стали преподавать сию версию всему миру. За малейшее отступление от этой версии людей казнили, уничтожали, ссылали в ГУЛАГ. Советский период был особенно жестоким. За то время Украина потеряла более 25 миллионов своих сыновей и дочерей, погибших в войнах за интересы России во время коллективизации в ссылках и застенках. Так старший брат, великорос, заставлял жить младшего брата, малоросов, в жестоких объятиях любви. Русские князья, приезжая в основном в Сарай, когда уже была Золотая Орда, то есть западная часть Монгольской империи, они встречались с каким-то совершенно невероятным типом власти, который они раньше не видели ни в Европе, ни у себя, на Руси. Это был невероятный объем власти у одного человека. Вот монгольский тип власти – это когда один человек – все, а все остальные – ничто. Монгольская власть полностью отрицает всякий договор, всякую конвенцию, всякое сотрудничество и согласие между двумя. Монгольская власть – это исключительно власть насилия. И вот русские перенимают это. Русские цари, русские великие князья постепенно перенимают именно эту культуру власти, именно этот тип власти, именно это политическое отношение. И это становится все сильнее, сильнее, сильнее. И даже уже впоследствии, во времена, так сказать, более близкие к нам, в такие цивилизованные и красивые, был такой император Павел I, да, это сын Екатерины. Он однажды, беседуя с французским послом, сказал ему, «В России только тот что-то означает, с кем я разговариваю, и только тогда, пока я с ним разговариваю». Это очень точная формулировка русской власти. Русская власть, да, которая практически не ограничена никогда при московских царях, наследниках ордынских царей, там все время говорят, цари, царя, это так и есть, так и есть. И московские люди, там ведь показана Москва, да, середина 14-го столетия, которую трудно узнать сегодня всем москвичам, они ведь молились за ордынского царя, он был для них царем, да, и мы назывались там залезским волосом, московским волосом и прочее, прочее. Конечно, и при московских царях, и при петербургских императорах, и при генсеках советских, и сегодня русская верховная власть практически ничем не ограничена. Эпохи меняются, меняются правовые системы, ментальные системы. Здесь мы видим Русь сакральную, религиозную, крестьянскую, сегодня Русь в основном секуляризированная и атеистическая, но вместе с тем эти традиции, традиции власти во многом сохранились, да, если мы хотим найти их источник, это вот здесь. Это не в Киеве, не в Византии, это вот здесь, а какие-то другие традиции, киевские, византийские, предшествующие московским традициям, они в чем-то другом воплотились, но тем не менее это и здесь. Был великий философ, старец Варфоломей, старец, возвестивший концепцию Москвы Третьего Рима, старец Филофей. В центре этого огромного философского течения стоит Грозный, Грозный царь. Он олицетворяет Московское царство. Проблема заключается в том, что ордынское общество было построено на принципе насилия. Да? Вот русская поговорка, я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак, да? Хан может все остальные, никто, да? Вот это надо приодолевать. Вот в этом смысле изживание ордынского начала, изживание взаимоотношений между людьми, как взаимоотношений друг-враг, свой-чужой, власть только насилие. Если я могу убить, то обязательно убью, а если не убью, то сотворю еще. Вот от этого надо уходить. Но на самом деле все эти памятники это чисто символы и знаки. Не важно, был Иван Грозным кровопийцей или не был. Не важно, не важно. Это наш царь, уже этим надо гордиться. Это наш кровопийца. И если наш бандит, он все равно наш бандит. Ордынское наследие, от которого мы никогда в целом не уйдем, как не уйдут от своего средневековья и прочее, как не уйдут от детства люди, ставшие уже взрослыми и прочее. Но целый ряд основополагающих, фундаментальных черт этого ордынства несовместимы с сегодняшним миром. Сегодняшний мир, тот, который имеет шансы на дальнейшее существование, а дальнейшее существование это не просто ситуация, когда люди рожут друг друга, а это ситуация другого сужительства людей. Это ситуация, где минимизируются негативные стороны социальной жизни и, так сказать, создаются возможности для раскрытия человека, то в этом смысле целый ряд ордынских черт придется в русской истории в будущее, если мы хотим иметь будущее и сжимать. Так как немцы свои истории сживали целый ряд, ну скажем, немецкий агрессивный национализм или немецкий реакционный романтизм, ну неважно, или, например, как западные народы изживают колониальное свое прошлое, не только прошлое колониальных народов, но и свое прошлое. При том, что, опять же, колониализм не так просто, как наше поколение учили в школах, что это было только завоевание, и все там было многое другое, в том числе и попытка нести христианскую веру, попытка поднять эти народы, но было то, чего нас учили, зверская эксплуатация и ужас. Так вот теперь народы западной Европы, старой Европы, классической Европы, прежде всего французы, англичане, англичане, они изживают это. Тут отсюда эта политкорректность, и многие неудачи, и тоже какие-то плохие стороны, но тем не менее, я абсолютно уверен в том, что этот фильм полезен вот в этом самом отношении, что все-таки он говорит современному человеку, вот от этого надо уходить, вот это надо перестать. Тем более, что еще в недавней нашей истории, ну скажем, в сталинской, в постсталинской истории, ну многие черты вот этого мы видели, да, только это уже были там зилы, зисы, а не лошади, и это был не сарай, да, нынешний, так сказать, Сталинград, Царицын и прочее, а это был Кремль, да, и вот известная фраза русского философа Федотова, что, как кончилась ордынская игра на Руси, ставка хана была перенесена в Кремль. Ставка хана была перенесена в Кремль. Или другие слова основателя евразийца Николая Сергеевича Трубецкого, он сказал, что если бы сарай принял православие, он бы объединил Русь, русское государство, а не Москва, но сарай выбрал, так сказать, ислам, хотя в сарае был православный епископ, вообще там жило довольно много славян и православных, и прочее, причем, так сказать, были и католики. Вот, и в конечном счете, конечно, нам от всех этих евразийцев, от всех этих вещей надо уходить, и путь России, конечно, это путь христианской, европейской, в конечном счете, арийской страны, и другого варианта у Руси не будет. Иначе, если возгладает, как неоднократно, это было в 20-м столетии, ордынское начало, но вот в этом, в метафорическом смысле, не в смысле антимонгольском, не в смысле антимусульманском, а вот в смысле вот этих вот негативных сторон, то у нас не будет никакого будущего.